Здравствуйте, дорогие мои коллеги-садоводы! Сегодня у нас рубрика «Комнатные цветы». У меня есть вот такая чудесная фиалка. Наверное, кто-то скажет, красивая фиалка, что ей не сидится-то, что она с ней хочет делать, тем более зимой. Как правило, фиалки пересаживают весной. Но весной у меня, скажу честно, совершенно не будет времени, поэтому часть комнатных цветов я привожу в порядок именно зимой. Фиалку нужно пересаживать хотя бы раз в год. Моя не пересаживалась два года. И смотрите, что у нас происходит. Здесь вроде бы пышная, хорошая. Вот здесь молодые пробиваются. Но на самом деле, посмотрите, у неё вот здесь уже оголилась вот эта нижняя часть стволика. Почва уже соли вот здесь, засолённость почвы от воды, от подкормок. И моя задача пересадить её в этот же горшок, но мы с вами будем менять грунт. Взяла такое у меня есть блюдо специальное, куда я всегда там вычищаю, когда растениями своими занимаюсь. И сейчас мы с вами будем делать следующее. Снимать с фиалки старый грунт. Я фиалочку пару или тройку дней вообще не поливала, чтобы легче мне было вот сухой такой вот сухой почвы. Вот сейчас я обжимаю. Давайте вместе попробуем фиалку нашу вытащить, не повредив очень сильно корневую систему. Насколько у нас засолен сам горшок, насколько нам сложно будет его промывать. Кстати, я ожидала худшего результата. То есть это просто мы промоем, и у нас всё будет замечательно. Пока вот так положим. Ну а теперь, конечно, как раз задача. Вот весь грунт, который здесь был, кстати, очень хорошо осыпается, прекрасный. Вот, посмотрите, какая хорошая корневая система. И наша задача пересадить её поглубже. То есть мы её вот так будем заглублять, чтобы вот этого некрасивости у нас не было. Параллельно сразу удаляю цветочки, которые у нас засохли. Итак, мы с вами фиалочку вытащили из горшочка. Вот так аккуратно её положим. Теперь расскажу про субстрат. Но сначала я прервусь, простите, пожалуйста, и пойду помою горшочки, чтобы они были чистые. Друзья мои, я вернулась. Горшочки промыла. Причём мыла не просто водой, а с водичкой с добавлением фарма йода. Поэтому у нас теперь горшочки идеально чистые. Итак, берём этот пока отодвигаем. Берём горшочек и чуть-чуть наполним субстратом. И расскажу о том, какой у меня субстрат. Здесь смесь именно специально приготовила для комнатных цветов. Здесь садовая земля, но из пакетов, из садового центра. Агроперлит и торф. Посмотрите, какая она рыхлая. Теперь устанавливаю нашу фиалочку. Поскольку корни очень длинные, помним, да? Они у меня чуть-чуть подвернутся. Но это ничего страшного абсолютно. Мы углубим совсем немножечко. Вот здесь надо действовать не просто аккуратно, а очень-очень аккуратно. Фиалочка получилась чудо. Теперь что с поливом? С поливом здесь всё достаточно просто. Не бойтесь перелить воды. Да, много, конечно, я не наливаю, но где-то вот на одну четверть я воды налью в этот горшок. Почему? Не боюсь перелить, потому что фиалочка возьмёт воды столько, сколько ей нужно. И опускаю один горшочек в другой. Всё, посмотрите, у нас какая получилась хорошая фиалочка. Вот сколько сегодня полезных советов первый Тульский вам подарил. А завтра мы с вами, знаете, что будем делать? Мы будем размножать и привлекать деньги. Не забудьте, завтра утром включите телевизор и смотрите, как мы будем привлекать деньги и размножать деньги.